Здравствуйте! Это программа Диаблока Прекрасным с Кристиной Смольской. Я активно призываю вас присоединяться к нашей дискуссии на сайте diablok.by. Также вы можете присылать ваши смс-сообщения во время эфира и посмотреть все программы на сайте телеканала «Беларусь-3». Два качества необходимы художнику – чувство нравственности и чувство перспективы, говорил французский философ Дени Дидро. А что нужно современному художнику сегодня? И каково это быть художником в 21 веке? Сегодня, когда размываются границы между видами искусств, жанры ускользают от четких определений, а масс-культура диктует свои условия. В нашей студии народный художник Беларуси, действительный член Национальной Академии Наук Беларуси и Российской Академии Художеств, лауреат Государственной премии Беларуси, кавалер Ордена Дружбы Народов Георгий Георгиевич Поплавский. Я приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте! Георгий Георгиевич, как вы относитесь к высказыванию французского философа о том, что художнику необходимо чувство нравственности и чувство перспективы? Каково это быть художником сегодня в 21 веке? Ну, я так считаю, что художнику всегда и в 21 веке, и в первобытном веке должно было быть чувство нравственности и чувство времени, в котором он живет, ну и, конечно, гражданской позиции, для кого он творит. Потому что я вам скажу, даже вот в Древнем Китае, так там четко, четко определили, что художник в своей работе отчитывается перед небом. Мы говорим, а вот перед кем мы должны отчитываться, то мы должны тоже ощущать какое-то вообще... Космос. Или, да, какую-то ответственность, ну, конечно, не кривя душой, это твоя ответственность совпадала с твоим, действительно, и общество вообще нуждалось в твоем я, в твоем каком-то размышлении, в твоем каком-то, можно сказать, даже назидании. Потому что ведь творчество само, это не просто явление такое безразличное, это самое вредное и самое губительное для творчества, если оно безликое, безразличное. Ну, конечно, мне кажется, художник в творчестве выражает себя и, прежде всего, свое «я». Вы, Георгий Георгиевич, на мой взгляд, уникальный человек. Ваши работы на сегодняшний день находятся в нашем Национальном художественном музее Беларуси, в Могилеве, в Бобруйске, в Третьяковской галерее находятся ваши картины. В Русском музее Санкт-Петербурга, музей изобразительных искусств имени Пушкина, в Смитсоновском центре Питтсбурга и музее Нью-Орлеана США, в музеях Украины, Австрии, Польши, Германии, Исландии, Швейцарии, Индии, Италии. Просто программы нашей не хватит, чтобы перечислить. И многие ваши произведения действительно стали классикой нашего изобразительного искусства. С чего у вас началась эта любовь к живописи, к искусству? Как начался ваш творческий путь? Ну, я вам скажу не только о себе, а вообще о художнике. Значит, художник должен родиться вообще. С талантом? Нет, с душой, с каким-то действительно особым чувством видения. Талант, конечно, это всё может и называется талантом вообще. Ну и, конечно, художник должен обрести ремесло. Ведь не зря говорят классики, что искусству подстерегают два чудовища. И художник, который не обладает ремеслом, и ремесленник, который не обладает, не будучи художником. Потому что просто вот моё действительно раскрепощение моё ждать. Но если в руках у меня нет всякие мастерства, конечно, это тоже не произведение искусств, создам, а, ну, создам действительно какой-то товар. А у меня, с чего началось, это у каждого художника начинается с детства, просто любовь была, крестование, никто меня не заставлял. Я в семье рабочего родился. То есть ваши родители не были связаны с искусством? Да, мама была, как говорят, домохозяйкой. И я даже, и отец, даже когда я вот уже готовился в училище, ну, я в доме пионеров ходил, и он даже, ну, да что это за художник? Вот ты бы, вот фотографом, учиться на фотографах, так просто, он видел, что есть фотоидели, а там люди что-то делают и зарабатывают деньги. А что такое художник? Я действительно в дом пионеров ходил, в визостудию, ну, в войну я рисовал просто дома, там, на каких-то листочках бумаги, там, но все время какой-то был зуд, вот такой вот охота. Хотелось рисовать? Да, вот охота, там, книжку прочитаешь, и уже там нарисуешь, что-то там. Я даже начал, с чего я даже помню в детстве, мне было лет, может, пять-шесть, я на крыльце, ну, барак, деревянный барак, там, бабушки сидят, всегда следят, что там дети, и я положил ладонь и химическим кардашом обвел ладонь, и так, красиво, и пошел дождь, и химическая, и меня, значит, так ругали, там тогда вообще не безразличны были бабушки наши, дедушки, соседи, что как это я испачкал крыльцо. То есть я уже своим искусством нарушил бытовую какую-то среду. Но мне кажется, в нашей национальной изобразительной школе все-таки существует какая-то преемственность между художниками. Вот у меня есть интересный вопрос от нашего интернет-пользователя, который спрашивает вас о ваших учителях, о преемственности. Ирина Т. Кого из художников белорусских и зарубежных вы можете назвать своими учителями? Кого цените из нынешних художников и писателей? Вы знаете, да, вот это очень интересный вопрос, и для меня даже он интересен, для того, что я тоже себя анализирую. Знаете, ну как ни странно, но вот мы тогда студенты, мы были всегда на педагогов, смотрели как на какое-то божество, и нам казалось, неужели мы дорастем до... До их уровня. Хоть это, я не скажу, что это были гении, но это были нормальные, очень честные педагоги, родители, можно сказать, творческие родители. Да, и поэтому я могу только не одного всех назвать. Называйте. Лейтман, да, это вообще, ну буквально, ну, я вам скажу даже такую вообще вещь, которая действительно неслыхана. Мы занимались, это 47-й год, холодная веранда и буржуйка, и он, педагог, приходил на час раньше, проносил в рюкзачке дрова, затапливая печку, печечку, буржуйочку, и мы грелись. Романовский, Петр Михайлович, которого сейчас, ну, никто мой-то не помнит, там, Суховерхов, Владимир Павлович, это вообще личность тоже финансовая, но уже не говоря, там, такие, как Волков, Цверко, это вообще уже были магикане. Ну, и, конечно, Мазалёв, это, то есть, целый ряд, мне очень даже, ну, это можно, бесконечно, даже, ну, не только педагоги прямые, там, или Беленицкий, там, Воронов, а это уже коллеги были рядом, вот, и, конечно, их творчество. Это на нас, если не скажу, так уж влияло, но мы очень... Обогащались, взаимно обогащались. Мы видели, что все они реалисты, но все они разные вообще, и, кажется, одна школа, а вот творчество и по теме, там, это военная тематика, это пейзажная тематика, это портретная тематика, это... Действительно, вот это и была школа, вот не конкретно, что вот пришел учитель конкретно в школу, а зарубежная, конечно, я вам скажу, что очень много любимых, уже начиная от культуры шумеров, там, Египта, Греции, Рима древняя, и, конечно, возрождение, и наши передвижники, и позже, там, наш Серебряный век, там, наш Абангар. Это все, ну, я скажу, что я не склонен даже вот кем-то увлечься, даже подражать или идти по пути, там, или вот, но я никогда не отрицал даже ни левое искусство, которое в советское время трудно было даже достать где-то, фаянтов тогда не было таких даже, но тяга была такая, чтобы и то, и то, и то, вот, и, конечно, такие художники, как Рембрандт, но кто может вообще сказать, что это не наш учитель, там, хоть он не был учитель, и Рубинс, там, ну, так же, как и наши, там, и Брюлов, хоть разный, Репин, Суриков, и дальше, дальше, даже советский наш, и ДНК. Это тоже пример вообще, во-первых, и школы, и гражданской позиции, потому что все эти художники, лучшие художники мира, они всегда были сыновья, как бы, своего, все-таки, своей земли. Своего народа. И своего времени. И в этом было интересно, вот, и сегодня ведь это искусство изучать, потому что по произведениям искусства ты чувствуешь, вот, не только бытовую среду, в которой там развиваются события, сюжет, картины, а ты вот, там видно, вот, это и мастерство, и школа, и так, вот, ну, вот вы вначале сказали, что это главная перспектива, там, Господи, это действительно главное, так же, как главное, что научиться правой рукой ручку держать, ну, как без этого, да. Да, Георгий Георгиевич, вы абсолютно правы, вы за свою жизнь, творческую жизнь, создали огромное количество картин, я сейчас предлагаю показать нашим телезрителям небольшой фрагмент ваших картин. Ну, это Байконур, запуск орбитальной станции Мир. Кстати, нас, мы шесть лет добивались поездки на Байконур. Невероятно. Невероятно, чтобы нам в паспорт не ставили печать, что мы уже не выездные, поэтому попробуй выехать, раз ты допущен до секретных, хоть уже летал там и немец, и полярки. Да, время, конечно, было невероятно, но я хотела поговорить с вами вот о чем. У каждого художника есть свой творческий почерк, творческий стиль, и я знаю, что вы работаете в разных техниках. Но как вы сами определяете на сегодняшний день свой творческий стиль, как художника? Вы знаете, мне, честно говоря, я не кокетничаю, но мне самому трудно определить, потому что я, по образованию, я живописец, причем я кончил с успехом, ну, как говорят, золотой медалью. Но я полюбил графику, я когда в армии служил, я рисовал, а у меня до сих пор есть чемодан рисунков. Я вернулся с армией, я еще был студентом училища, а уже была семья, я увлекся иллюстрацией, потому что это была единственная возможность зарабатывать. Ну, куда-нибудь, у нас же нет покровителей, там, мы не из семей каких-то, да. И я настолько увлекся, потому что первую книгу, которую мне предложили, это был «Джек Лондон. Смог мелью». Ну, представляете, какая ответственность. Это любимый писатель для того времени, для юношества, и как его можно было плохо сделать. Я с натурой рисовал жену, там, зарисовал свою маленькую дочь, когда там надо для сюжета, там все. И так, шаг за шагом, я одновременно и живописец, и графика. А по натуре я еще такой... Вот, Георгий Юрьевич, раз вы заговорили про иллюстрации книг, я сейчас предлагаю показать нашим телезрителям ваши замечательные иллюстрации. Я знаю, что вы оформляли книги и Якуба Колоса, и всех наших известных классиков. Это был и Свифт, и Шекскир, и Василь Быков. Да я дружил со всеми, да, и я даже Якуба Колоса застал. Да, и если я с ним не дружил, то мы с ним так вот начали... Вот пацаны, можно сказать, были, а уж не говоря про Быкова нельзя, не говоря там про Адамовича, с которым я вообще дружил до кончины, можно сказать, да. Это мои друзья, Шамякин, Милиш, это все мои современники. Нет, я всех переоформлял, я всех... Мне кажется, что, да, иллюстрация – это какой-то отдельный вид искусства. У меня есть интересный вопрос от наших телезрителей для вас. Очень уважаю творчество Георгия Георгиевича, считаю его одним из толпов белорусской художественной школы. Только вот не понимаю, зачем великому художнику заниматься иллюстрациями книгам? Так, ну как... А как вот Дюрер вообще? Он иллюстратор, он и рисовальщик, ведь мы до сих пор по Дюреру рисовали, он же и живописец, тоже и Рембрандт, тоже врубили вообще. Я вам скажу, сейчас утеряно немножко такая вообще направленность, что вот даже вот тоже мой друг Савицкий, с которым я прожил, он за всю жизнь, по-моему, ни одного рисунка не сделал. Он только к кистью работал, и это мне странно это. А поскольку я люблю путешествовать, для меня вообще поездки – это как обновление какое-то, как вообще в сауну сходить, знаете, да. Вас даже называют белорусским хемингуэем из-за этого, я знаю. И я всегда с блокнотом, с альбомом, с планшетом, и у меня столько материала по поездкам там, и в Эфиопию, там, ну, что-то, да. Австралия, ну, боже мой, Австралия, побывать в Австралии, уже не ряд там Кубы, в то время, в Кубе я это был дважды, там, Индонезия. Но для вас путешествие – это вдохновение? Ну, я вам скажу, поскольку, откровенно говоря, я действительно вот по характеру, наверное, я не скажу, что у меня что-то цыганское есть. Говорю, ну, я не последний, и у меня семья такая, что меня отпускали, потому что моя супруга, она тоже любила, путешествовала. И поэтому на это дело она поняла, что мне, как художнику, это действительно… Необходимо. И не только даёт действительно вот какой-то отдых, вдохновение, это действительно просто, я не знаю, ну, бесконечный мир, который, ну, охота, охота вот. И я поэтому, я много рисовал, много делал работ на тему своих поездок, и меня иногда упрекали, что, ну, какой он белорусский художник, там, то у него Исландия, то у него, там, это, каньоны, то у него, там, какие-то командоры, какая-то там, понимаете? Но вы ощущаете себя больше космополитом или всё-таки национальным художником, белорусским? Вот тоже у меня есть интересный вопрос от белорусочки. Согласны ли вы с мнением, что национальное самоощущение присутствует в творческом процессе? Или, напротив, художник, погружённый внутрь процесса, не задумывается над этой проблемой, как не задумывается человек над тем, как он дышит? Вот это национальное самосознание. Я, ну, скажу, я не кокетничаю, но я скажу, вот, когда мне просуждали премию союзного государства, то вдруг мне оттуда сказать, невероятно, невероятно, и Белоруссия, и Россия единогласна. То есть обычно там, ну, бывает большинство, но кто-то воздержал это. Потому что я оказался и для России довольно, потому что я долгие годы работал с молодёжью, 20 лет на творчестве, дом творчества «Синеж». И у меня фактически за 20 лет вообще сколько перебывало там, господи, из республики, из России там, из Чукотки, из Аляски, из Франции и всё. Потому что и в то же время я белорус. И, конечно, вот моя связь даже с моим Бобруйском, хоть я и не родился в Бобруйском, но я фактически вырос в Бобруйске. Я вырос, мои могилы моих предков здесь вот. То есть вы ощущаете себя белорусским художником? Ну, какой я действительно космополит, конечно. Но диапазон, конечно, моего творчества, вот я не ограничиваю, вот только вот свои. Но я, то, что я делаю вне Беларуси, тоже там в эфире, то я так считаю и верю, что я делаю для белорусского зрителя, для своего человека. Потому что всё это я демонстрировал здесь, я показывал здесь. Я знаю, что вы особую любовь питаете к Брасловскому краю. Я в этом году впервые побывала в Браслове, и вашу любовь с этого года разделяю. Я знаю, что вы за Брасловский альбом в 2002 году получили государственную премию. Откуда у вас такая приязнь именно к Браслову, к Брасловским озёрам? Ну, я скажу, это не только у меня. Многие художники, вот Нарочанский край там, ну, в общем, где озёра, где пустыни, где леса, где какая-то такая необычная природа. Тем более в то время, когда ещё жили именно коренные люди, это новый, ну, тот быт. Так вот, вот Мелиш писал свою вещь «Люди на болоте» и «Подых на больнице», он фактически, это тот край. А Брасловщина – это край рыбаков и землепашцев, тем более, что перелев у Брасловщины, вот, ну, невероятно. И я попал ещё, будучи студентом, у меня художник Шибнёв, который там до этого уже 10 лет был, и он так расхваливал, там, что вот давай-давай-давай. И, можно сказать, привёз нас туда, и мы сразу, конечно, вот, как-то, знаете, любовь с первого взгляда. Георгий Георгиевич, мы когда приглашаем разных творческих людей, ярких людей в эту студию, всегда интересен их такой мировоззренческий взгляд на жизнь. И мы стараемся выяснить, чем отличается этот взгляд. Вот, мне кажется, у художников всё-таки какой-то особый взгляд на мир. У меня есть интересный вопрос от наших телезрителей. Томас Манн говорил, взгляд художника на явление внешней и внутренней жизни отличается от обыкновенного. Он более холоден и более страстен. Правда ли, что художник иначе видит окружающий мир? Ну, с этим можно согласиться. Ну, добавив там несколько ещё нюансов. Потому что, да, я ещё раз напоминаю, что художник – это не объектив фотографа, который вот видел. То есть он создаёт свою реальность. И в то же время художник – реалист. Он изображает реальную жизнь. Но это подобие реальной жизни, потому что он вносит туда своё чувство, своё размышление. Вот, можно сказать, даже своё нервное состояние. И в этом-то и сила искусства, что оно не безразличное. Мы с вами заговорили о преемственности. Вы говорили о своих учителях. Мне интересно ваше мнение о молодых, молодых белорусских художниках. Знаете ли вы, интересуетесь, и кто из молодых вам симпатичен? Ну, ещё бы вообще не знать и не интересоваться, если я, можно сказать, 30 лет академическим мастерским делом. И очень многие, многие, к сожалению, за рубежом. И, как правило, когда здесь, может сказать, никто, но вдруг узнаёшь, что, господи, он лучший художник Италии или лучший художник Испании. Да, у меня вот пара моих учеников в Испании, кто-то во Франции. Ну, и, конечно, здесь такие ученики, как, допустим, Виктор Савченко, вот график, ну, великолепный график. Я считаю, что это и профессионал, и действительно очень такой творческий, активный человек. Или там Гришкевич Саша, живописец. И я всегда с удовольствием хожу на молодёжные выставки. Я вам скажу, иногда меня коробит вообще, когда, допустим, действительно так, когда художник всё-таки сознательный или бессознательный, но как нарцисс любое своим произведение, он что-то создаёт такое, и ему не важно, что он создал, но важно, как они считают, важно толкование. То есть вот сам вот, кажется, я уже такой тёртый калач, и не могу понять вообще, а что он хотел сказать. А название такое – нити жизни. Ну, я думаю, что вот философия, понять, когда кубисты, допустим, когда приходили на смену реализму вообще, кубизм, там есть сюрреализм вообще, подсознательный, тоже Сальватор Дали, у него своя теория, своя позиция, и ты невольно проникаешься этим. А когда вот это молодые там сегодня ухватило того, а нет, пошла вот, а сейчас рынок диктует моду вообще. Мне кажется, они ищут себя, экспериментируют. Знаете, поиск поиском, но вот это иногда зазнаетство, а у него уже выставка в Эмиратах. Господи, это выставка. Ну, мне кажется, всё-таки по-разному складывается судьба художника. То есть, конечно, у нас очень легко так бывает, что именно прокрутка такая, знаете, вот, можно прокрутить так, что ты станешь недосягаем в цене, вот, и, но это ещё не значит, что ты останешься в истории. Да, и будешь ценен как художник. Георгий Георгиевич, у меня к вам последний философский вопрос, хотелось бы закончить на такой философской ноте. Арт. Что настоящему художнику достаточно для счастья? Свобода. Ну, свобода всё-таки, конечно, чтобы сам художник сам себя ограничил в этой свободе. Потому что, знаете, свобода в творчестве, она необходима, не нужны директивные органы. И произведение не создаётся по чему-то указу или приказу, там, или, вот, произведение всё-таки настоящее создаётся по какому-то, ну, во-первых, в обществе назревает какая-то тема ожидания общества. И ты невольно, может, попадаешь вот в эту вот, какую-то струну, вот в эту, и тебе удаётся вообще сделать произведение. Ну, ты свободен, ты своё. И оно совпало с тем, чего ждёт общество, что действительно. И такое произведение, конечно, оно и будет и долговечное, и оно будет действительно как веха сегодняшнего дня. Вот, осталось, допустим, нашим потомкам. Художнику, кроме того, конечно, откровенно, нужна какая-то поддержка, поддержка, ну, или спонсорство, или какая-то, не знаю, среда, которая всё-таки... Потому что художник, если работает только на прилавок, только на деньги, это значит, это значит, надо было ему другую профессию избирать. Потому что художник работает вообще зазря для себя, для кого-то там, он без этого не может жить. Но чтобы жить, ему надо всё-таки, как говорят, вертеться. И, к сожалению, вот молодёжь сейчас очень много вертится, и она теряет вот своё собственное «я». А мне даже себя не расшифровывают, а кто он такой, вот к чему ему, к чему его душа, и что он мог бы создать по-настоящему грандиозную, большой или хотя бы изложительную теорию. Да, действительно, вы правы, время сейчас диктует свои условия для молодёжи. Но мне очень понравились ваши слова о свободе. Мне кажется, вы в первую очередь имели в виду внутреннюю свободу. Только внутренний свободный художник сможет создать по-настоящему великое произведение. Спасибо, что вы были у нас. Я желаю вам крепкого здоровья и новых картин. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был народный художник Беларуси Георгий Георгиевич Поплавский. Я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы были с нами. Смотрите нас на сайте diablo.by, пишите ваши вопросы, комментарии, и интересуйтесь культурной жизнью Беларуси. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова